Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Ольга Аникина. Сегодня расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Около 20 лет на производстве сменный мастер травильного цеха ММК Сергей Максимов стал лучшим по итогам трудовых соревнований. Отслужило свой срок. Когда и куда лучше убрать новогоднюю елку, расскажем сегодня в выпуске. 10 побед в 11 матчах «Стальные лисы» переиграли Тюменский легион. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Порции стали больше, а меню разнообразнее, что, конечно, сказалось и на цене. С 1 января в Магнитогорске подорожало питание в школах. Стоимость пересмотрели, так как были утверждены новые нормы питания, а также в связи с повышением цен на продукты. Руководство Горторга, организация ответственной за обеды и завтраки всех школьников города, презентовала журналистам новое меню. А также сообщила, куда обращаться, если родители считают, что еду в школьной столовой их ребенка с трудом можно назвать вкусной. Котлета с гарниром, хлеб с маслом и компот с булочкой. Обед из обновленного меню Горторга. Теперь в школах детей будут кормить еще вкуснее, заверяют в организации. Убрали один день молочный. Теперь у нас два молочных дня. В дополнение к молочным кашам обязательно подается либо запеканка со сгущенным молоком, либо омлет, либо вареное яйцо. Появились и новые блюда в меню. Дети наши получат и куриную голень, тушеную в томатном соусе с чесночком. Получат и большее количество фруктов, получат блинчики со сгущенкой. По словам учителей, на первой неделе, когда школьникам было предложено новое меню, в основном отзывы хорошие. Некоторые дети даже стали завтракать в школе. Изменения небольшие есть. То, что дети у нас, в принципе, у меня практически весь класс питается на завтраки. И были дети, которые не всегда все съедали. Стало замечать, что есть дети, которые хоть что-то пробовать начали. Я сама мама, у которой ребенок, учится также в школе. Я знаю, что дети не всегда любят то, что готовят в школе. То есть у меня сам ребенок тоже не всегда ест то, что готовят в школе. Говорит, я сегодня не ела. Почему? Мне не понравилось. Есть такие дети, да, и они есть везде. Но у нас в столовой очень вкусно кормят. Конечно, обновленное меню сказалось и на цене. Кому не под силу оплачивать стандартную порцию, могут заказать социальный обед. Родителям предоставлен выбор. На выбор два меню за 50 и 68,73 рубля завтрак и 58 и 68,73 рубля обед. То есть родитель может выбрать, на какую сумму будет питаться его ребенок, если это питание за родительскую плату. Есть ли отличия в меню? Да, конечно, есть. В первую очередь, это отличие связано с выходами. То есть за 50 рублей порция у нас несколько меньше, чем за 68. Это первое отличие. И второе, основное отличие. Если горячие блюда у нас остаются в ассортиментном перечне одном и том же, по 68 рублей там больше фруктов, там сливочное масло, там сыр. Ну, то есть дополнительные составляющие, они, конечно, присутствуют. Добавлю, в этом году, как и прежде, бесплатные завтраки положены ученикам начальных классов, школьникам с ограниченными возможностями здоровья, детям из малообеспеченных семей и тем, кто находится на учете по состоянию здоровья. Остальные питаются за полную стоимость. Таким образом, если ребенок в школе завтракает и обедает, родитель потратит в день на его питание 120 рублей. То есть более 2,5 тысяч в месяц. Ольга Габрук, мама двоих детей, говорит, для нее дело не в цене. Главное, чтобы питание было качественным. Были, конечно, претензии. Например, когда нам дают кашу, нет, не геркулесовую, а перловую. А она бесподлива. Даже взрослый человек ее не поест. Так ведь? Ну, то, соответственно, дети все ее и выбросили. Но это все сейчас учитывается. Я посмотрела сейчас в меню увеличили размер порции для старшеклассников. Это классно, кстати. К сожалению, претензий к качеству еды у магнитогорских родителей немало. Вот что пишут магнитогорцы в городских социальных сетях. На заводах обед комплексный дешевле стоит и разнообразие есть. А в школах одна каша, от которой детей тошнит уже. Сколько можно уже драть деньги? За что? Что-то меняется в меню школьного питания. Пробовала и знаю, чем кормят. За свои слова отвечаю. Я согласна с вами, не ресторан, но и не помойка. Почему в детских садах соответствует стандартам, а в школах нет? Привозят полуфабрикаты. А если еще и команда поваров оставляет желать лучшего, то вообще вау. Я даю деньги ребенку каждый день. Он покупает в автомате сухпай. Всяко разно лучше школьной баланды. В Гарторге заявляют, все жалобы необходимо направлять непосредственно в их организацию. Акционерное общество Гарторг очень трепетно относится ко всем жалобам, поступающим на предприятия, от школ, от детских садов. И готово разбираться абсолютно по каждой истории и разбирается по каждой истории. На пищеблок тут же выезжают технологи, выясняют, проверяют, скрывают пробы, если что-то не так. И если только обнаруживаются виновные, то обязательно несут наказание и предпринимаются все меры профилактики для того, чтобы подобное не повторялось. По словам руководства Горторга, в школы поставляются только свежие продукты. А за последние два года город потратил более 20 миллионов рублей на закупку специального оборудования для школьных столовых. Так что у поваров сегодня есть все необходимое, чтобы обеды у школьников были качественными. Юлия Черешнова, Алексей Вичинкин, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. Смены мастера травильного участка 5-го листопрокатного цеха Сергей Максимов был признан лучшим по итогам трудовых соревнований. Он работает на ММК с 2004 года. С самого начала карьеры стремился быть руководителем. И неспроста. У своих подчиненных он пользуется заслуженным уважением. Травильный участок 5-го листопрокатного цеха – важное звено в производстве проката. Сюда попадают продукции ЛПЦ-4 и ЛПЦ-10. Здесь, на двух агрегатах непрерывного отравления, при помощи ванн с соляной кислотой, листы избавляются от окалины. Таким образом поверхность выготавливается к дальнейшей обработке – холодной прокатке. Здесь же прямо на линии производится сварка листа. Процесс этот сложен и опасен. Поэтому и работают на участке особенные люди – настоящие профессионалы, преданные своему делу. Интересно. Каждый день что-то новое. В любом случае, вот я 4 года работаю здесь, и каждый день что-то узнаешь новое. Оборудование травимой линии очень большое для этого. И оборудование идеально все знать невозможно. На ММК Сергей Максимов пришел по примеру отца. Тот работал в цехе ремонта металлургического оборудования. В ЛПЦ-5 Сергей Валерьевич с 2004 года. Он пришел сюда машинистом крана и долгое время трудился на отделочном участке. Затем параллельно с работой он начал получать высшее образование в МГТУ по специальности обработка металлов давлением. Уже тогда он знал, что хочет двигаться вверх по карьерной лестнице. И спустя 7 лет его назначили бригадиром, а потом сменным мастером. И вот 4 года назад он оказался на травильном участке. Попросил попробовать меня в другой среде. Всю жизнь буду с высшим образованием на кране ездить. Ну вот у меня заметили, спустили с крана, как говорится, с бригадиром. Он отработал 4 года бригадиром. Комплектация металла, грушка металла. Ну вот дальше поставили исполнять обязанности мастера. Объемы производства поражают. Через травильный участок ежемесячно может проходить до 180 тысяч тонн металла. В смене под непосредственным руководством Сергея Максимова работает около трех десятков сотрудников. Залогом успешного производства служит слаженная работа каждого. При этом важно, чтобы выполнялись не только поставленные производственные задачи, но и охрана труда. В охране труда большую работу ведет. В коллективе пользуется авторитетом. На участке у него под его руководством порядка 30 человек. Люди разных абсолютно возрастов, разных, скажем так, характеров и так далее. То есть, ну, все, скажем так, без исключения, я могу сказать, что все прислушиваются к нему. В общественно-политическом центре в рамках очередной региональной недели депутат Государственной Думы России Виталий Бахметьев провел встречу с активной молодежью города. Представители местного отделения партии «Единая Россия» рассказали о проделанной работе за 2022 год и обсудили с депутатом планы взаимодействия по важным вопросам. Подробности далее. Встреча социально активной молодежи «Магнитогорска» с депутатом Госдумы Виталием Бахметьевым прошла в формате оживленного диалога. Виталий Викторович поделился с собравшимися итогами работы Федерального собрания Российской Федерации. Представители местного отделения партии «Единая Россия» рассказали о важных проектах, осуществленных в течение прошлого года. У нас были отправлены вещи, мобилизованные нашим воином в город Елай. 29 октября на базе нашего общественно-политического центра был проведен инклюзивный конкурс детского патриотического рисунка, в котором были приглашены дети с Донецкой, Луганской, Харьковской областей. Оказывать помощь пенсионерам, организовывать мероприятия, направленные на патриотическое, спортивное и интеллектуальное воспитание молодого поколения, активистам помогают различные организации «Магнитогорска» и неравнодушные жители. Виталий Викторович ответил на волнующие вопросы представителей молодежи и предложил свою помощь в осуществлении разного рода мероприятий. Есть ли в вашем поле зрения семьи мобилизованных? Кому нужна поддержка? Ну, понимаем, сейчас снег, да, вот завалило там, кто-то живет в своем доме, где-то, может, трава надо. Ну, понятно, что муж там или сын там ушел-ушел служить, а они остались здесь. Я готов, если у вас есть в вашем поле зрения такие семьи, я готов подключить. Обсуждая специальную военную операцию, ребята попросили Виталия Викторовича рассказать историю о лейтенанте из Картолинского района, которого, благодаря содействию депутата Госдумы, удалось вызволить из плена. С просьбой о помощи к Виталию Бахметьеву обратилась мама военнопленного. Она обратилась ко мне, потому что у нас есть депутат Чечни, Шамсаил Царалеев, который занимается пленой. Я обратился к нему, говорю, Шамсаил, помоги вот. Он говорит, да, он записал, дал свои там, по цепочке пошло, и буквально через, наверное, полтора месяца лейтенант вернулся. Он был раненый. Виталий Бахметьев отметил, он всегда готов к диалогу и, как депутат, считает важным оказывать поддержку молодежному активу Магнитогорска. Приятным завершением встречи стало вручение благодарственных писем общественникам. К другим темам новогодние праздники закончились, а значит, пришло время убирать елки. В центре коммунального сервиса рассказали, где лучше оставлять хвойные деревья. Наряжать елку на Новый год вошло в традицию. Многие семьи главным атрибутом новогодних праздников украшают свои дома. Одни предпочитают ставить живые деревья, другие – искусственные. А некоторые и вовсе решили провести Новый год без ели. Никакую. Почему? Нет необходимости такой особой. Искусственную, натуральную. Слишком быстро осыпаются иголки, надоедают убирать. Я не ставила никакую в этом году елку, потому что я приехала очень поздно из больницы, из Челябинска, и я не успела поставить ее. У меня дома натуральная, растет своя. Искусственную, ну, не знаю, так вот как-то. Натуральную. Почему? Ну, потому что нам нравится запах, аромат елочки. А когда собираетесь убирать? Сегодня. Согласно народным приметам, новогоднюю елку лучше убирать после Старого Нового года, но до Крещения. Тогда на протяжении всего года будет сопутствовать удача. Как правило, хвойные деревья выносят к мусорным бакам. В центре коммунального сервиса призывают горожан не оставлять елки в контейнерах, а ставить их на площадках, предназначенных для крупногабаритных отходов, либо рядом с баками. Нарушение такого порядка может создать сложности коммунальным службам. Так, размещение елок в мусорных баках может привести к быстрому переполнению емкости, а также невозможности их опустошения механизированным способом. Кроме того, стволы хвойных растений, выпирающие из контейнеров, могут создать помехи при перевалке отходов в кузов мусоровозов. Также существует риск повреждения коммунальной техники. Попавший в кузов машины древесный ствол может вывести из строя дорогостоящее прессовальное оборудование, которым оснащен мусоровоз. В дальнейшем по этой же причине могут выйти из строя и конвейерные линии на сортировочных комплексах. По словам регионального оператора, отслужившие свой срок елки вывозятся на объекты размещения отходов. Там, на полигоне, они подвергаются обработке. Как правило, деревья измельчают в специальных шрейдерах, а полученную стружку используют для посыпки дорог на территории предприятий. Добавим, что вывоз нераспроданных елок с новогодних ярмарок и площадок должен осуществляться за счет торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей. Продавцы должны самостоятельно позаботиться об утилизации своих товарных остатков. Ольга Аникина, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. В честь Дня российской печати Магнитогорский государственный технический университет провел праздничную пресс-конференцию. На ней представители студенческих организаций МГТУ рассказали, чем живет молодежь сегодня. А также состоялось награждение представителей СМИ за долголетнее и плодотворное сотрудничество с ВУЗом. Сегодня в Магнитогорском государственном университете действует восемь студенческих объединений. На пресс-конференции представители каждого движения выступили с небольшой презентацией. По итогу стало очевидно, студентам МГТУ действительно есть куда пойти и чем заняться после учебы. Тут и стройотряды с официальным трудоустройством и хорошими зарплатами, и студенческое научное общество с инновационными разработками. Можно посвятить свободное время спорту, заняться покорением медиапространства, по зову сердца пойти в волонтеры, отправиться на поиски погибших во время Великой Отечественной солдат, организовывать культурно-массовые мероприятия или вести профсоюзную работу. Участие во всех движениях абсолютно бесплатное. Твори, выдумывай, пробуй. Простора для самореализации масса. А информационную поддержку окажет Управление информацией, общественных связей и рекламы Магнитогорского металлургического комбината. МГТУ – наш стратегический давный партнер. Естественно, это будет продолжаться все сотрудничество в научной сфере. Студенты – это немножко другая сфера. Это во многом наши будущие работники, ваши студенты. И очень отрадно видеть, что вот это такие активные, молодые люди, энергичные, у которых куча планов, идей. В общем, очень-очень приятно. Поэтому, конечно, мы будем с вами сотрудничать, будем рассказывать о вашей деятельности. ТВИН и МГТУ связывают давние дружеские и рабочие отношения. Студенты вуза проходят практику в новостной редакции. Журналисты телекомпании регулярно снимают репортажи о студенческой жизни и научной работе. И, конечно, это взаимовыгодное сотрудничество будет продолжаться. Галина Смирнова, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Магнитогорский металлург оказался в непростой ситуации. Команда проиграла 7 матчей из последних 9 и понемногу теряет турнирные позиции. На старте очередной гостевой серии подопечные Ильи Воробьева в Сочи встретились с главным аутсайдером сезона и сенсационно уступили. Как это было, расскажет наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Перед встречей с металлургом сочинцы установили новый антирекорд КХЛ, проиграв 21 матч подряд. Желание прервать кошмарную серию было заметно в действиях хозяев с первых секунд. Они чуть лучше провели стартовый отрезок и на 18-й минуте Егор Бабенко открыл счет. Во втором периоде магнитогорцы были активнее и закономерно восстановили равновесие. После броска Ярослава Хабарова Михаил Фисенко удачно подправил шайбу на пятачке. Но ошибка гостей через 3 минуты снова обеспечила лидерство сопернику. Артем Николаев вывел Леопардов вперед. Однако на последний перерыв команды ушли при равном счете. Мощный бросок Алексея Маклюкова за 115 секунд до сирены вернул паритет. Два раза мы сравнивали. Очень много мы не попадали в ворота и моментов не использовали. В заключительном отрезке гости перебросали хозяев 16-6, но забить так и не смогли. А сочинцы воспользовались сомнительным удалением Михаила Фисенко. Формулировка «за попытку колющего удара» удивила не только игроков и тренеров, но и федеральных комментаторов. Так или иначе, Сергей Попов реализовал большинство и принес своей команде победу. Три-два. «Металлург» продолжит выездную серию матчем с Салаватом Юлаевым. Прямую трансляцию из Уфы смотрите в нашем эфире сегодня по окончании выпуска новостей «Время местное». Павел Зайцев, телекомпания ТВН. Всего 11 матчей осталось провести молодежной команде «Стальные лисы» в рамках регулярного сезона МХЛ. В последние пять недель магнитогорцы демонстрируют отличный ход. Они одержали 10 побед в 11 играх и закрепились в группе лидеров «Востока». О непростом выигрыше у Тюменского легиона в следующем материале. Тюменский легион уже не тот безнадежный аутсайдер, который в прошлом сезоне проиграл 61 матч и выиграл лишь 3. Летом команда серьезно укрепила вратарскую линию, усилила оборону и нападение. А магнитогорцы вышли на игру без основного вратаря Ильи Набукова, травмированного Данилой Юрова и командированного в металлург лучшего бомбардира и снайпера Романа Канцерова. В стартовом отрезке хозяева перебросали гостей 12-3, но счет так и не был открыт. Зато уже на 16-й секунде следующего периода, после отменной передачи Ильи Квачко, Кирилл Жуков отметил возвращение из лазарета великолепным броском. Вскоре тюменцы отыгрались. Их лучший бомбардир Данила Ганин реализовал большинство. На исходе отрезка «Лисы» вновь вышли вперед. Классную контратаку провели дебютанты МХЛ Матвея Нищенко и Павел Гаврилович. Первый бросил с кистей, второй в борьбе с соперником здорово подставил клюшку. Но в концовке периода магнитогорцы еще раз упустили лидеров «Легиона». Ганин сделал отличный пас, а лучший снайпер сибиряков Александр Лазарев не оставил шансов Егору Кондакову. Но последнее слово все же осталось за фаворитом. На 54-й минуте Иннокентий Рыбин великолепно сыграл на входе в чужую зону, и после его передачи капитан-хозяев Никита Зимин забросил победную шайбу. 3-2. Домашнюю серию «Лисы» завершат 17 января матчем против лидера серебряного дивизиона, «Авто из Екатеринбурга». Прямую трансляцию встречи смотрите в нашем эфире во вторник в 17.00. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tv.defis.in.ru. Впереди вас ждут полезная и коммерческая информация, а также прогноз погоды на 17 января. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин